Онкологические болезни занимают второе место в причинах смерти после инсульта головного мозга и инфаркта миокарда. И если диагноз рак много лет назад звучал как приговор, то сейчас все не так страшно. Медицина не стоит на месте, лечение от новообразования безусловно есть, но главное, говорят специалисты, вовремя обнаружить заболевание. Именно с этой целью в республиканском онкологическом диспансере в преддверии Всемирного дня борьбы с раком прошел день открытых дверей. Его посетила и наш корреспондент Любава Маслова, у нее все подробности. В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями республиканский онкологический диспансер проводит день открытых дверей. При себе надо иметь паспорт и страховой полис, чтобы попасть на прием к интересующему специалисту. Хирург, мамолог, уролог, отталаринголог и другие специалисты по онкопатологиям в этот день готовы принять всех желающих. В корридорах диспансера многолюдно. Махачкалинцы уверены, профилактика заболеваний – лучший способ оградить себя от тяжелых последствий. Я узнала об этой акции через сестру, так как моя сестра работает в онкологической больнице и хотела бы обследоваться. В нашей жизни, наверное, должно занимать первое место, но так как наши люди боятся врачей, можно сказать, и обследование. Это происходит редко, реже. Ну, если будет побольше таких акций, наверное, это будет постоянно. Узнала, как делают профилактические мероприятия здесь, поэтому сама тоже узнав это, пришла сюда для профилактики исследоваться. Очень хорошо было бы для профилактики всех больных, потому что очень многие же больные не смотрят за своим здоровьем, не следят. И не приходят официально вот так вот к этому врачу. А когда вот так бесплатные мероприятия, это очень полезно. За день специалисты успевают принять более 200 человек, делится по тематам Закарьяева. Многие не хотят обследоваться потому, что боятся услышать страшный диагноз. Врачи иного мнения. Это сделано для того, чтобы люди как-то обратили внимание на свое здоровье и вовремя прошли обследование, чтобы начать лечение своевременно, чтобы этот человек не был в запущенном состоянии и оказать ему адекватную помощь. Люди, в принципе, довольны, что это делается, но, к сожалению, не всегда те рекомендации, которые им было сказано провести дополнительное какое-то обследование и явиться на продолжение, они, к сожалению, малая часть только приходят. Мирза Марачуев, хирург, говорит, что недопонимания с пациентами не возникает, только водообращаются они порой слишком поздно. Для того, чтобы специалисту выявить патологию, необходимо лишь задать вопросы о состоянии организма, выяснить, на что жалуется пациент, провести осмотр и при необходимости пальпацию кожных покровов. В день Мирза принимает до 160 пациентов. В основном это люди старшего возраста. Чаще всего, конечно, наши пациенты в силу своего менталитета немножко скрытные, а в основном этим занимается поликлиника, они по месту жительства маршрутизируют, направляют к нам пациентов. Дальше уже с направлением они обращаются к нам с жалобами. Мы проводим весь ряд диагностических мероприятий. Самое злополучное слово – рак, онкология. Но по статистике всемирной, чем раньше пациент обратился за помощью специалисту, то есть на ранних стадиях любая онкологическая патология может достичь стопроцентного излечения. Как показывает статистика, больше всего дагестанцы страдают от рака легких, молочных желез и желудка. Для сокращения численности онкобольных в Министерстве здравоохранения запланирован целый комплекс подобных мероприятий и акций. Перед нами стоят большие задачи, и можно их даже назвать высоко амбициозными. Несмотря на то, что смертность от онкологических заболеваний в нашей республике в два с половиной раза ниже общероссийской, но это не радует нас, и мы хотим, чтобы эта смертность была еще значительно ниже. Медицина не стоит на месте. В наше время врачи почти победили даже такое серьезное заболевание, как онкология. Результаты обследования будут готовы в течение трех дней. Забрать их можно в кабинете консультирующего специалиста. Любовь Маслова, Ибрагим Магомедов, Время новостей.